Что отличало тебя от других? Что заряжало на пути к успеху? Вдохновляло шаг за шагом? Мечта. Ты смог превратить мечту в цель. И она покорилась. Когда средство передвижения превращается в средство воплощения цели, появляется потенциал чемпиона и амбиции бизнес-класса. Новый седан Дунфен Айелл Шайнмасс. Драйвер твоих побед. День воскресный, день чудесный. А я к вам спешу с новым шикарным выпуском. Хоумстейджинг. Что вам говорит это слово? Сегодня мы будем разбираться. Ранее на канале выходил выпуск про флиппинг. Простыми словами, это когда люди покупают убитую квартиру по низкой цене, делают в ней красивый ремонт. Именно красивый ремонт. И тут же продают ее по более высокой цене, на чем можно неплохо заработать. Но сегодня мы разберем тему хоумстейджинга. И в этом нам поможет мой рыжий брат, как вы его назвали. Сейчас я вас познакомлю с человеком. Кто-то впервые его увидит, кто-то его вспомнит. И он нам в деталях все расскажет и покажет. Ведь прямо сейчас мы отправимся вот в этот жилой комплекс. Зайдем в несколько квартир, где он на живых примерах расскажет, о чем можно заработать с точки зрения недвижимости. Забегая наперед, сразу хочу сказать, вам никто ничего не втютюхивает, не впаривает, никаких ссылок в описании не будет. Есть желание показать, как люди крутятся, вертятся, живут, развиваются. Мы с вами ходим со стороны, так сказать, вот так вот ходим, слушаем, наблюдаем, потому что я на данный момент записи вообще еще ничего не знаю, что сегодня будет происходить. И от этого лишь интереснее становится. Посмотрим, послушаем, а вот уже в конце напишем в комментарии, выскажем наше мнение. Классно, не классно? Рабочая тема, не рабочая? Ведь он говорит, что этим можно заниматься по всей стране. Есть желание поделиться, есть желание снять, есть желание вам показать, рассказать. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Знакомьтесь или вспоминайте, риэлтор, рыжий брат, похожий и все, что с этим связано. Да, но я не риэлтор, я больше хоумстейджер, бывший флипер. Приехал я из ЖК домашний, московский Манхэттен. Расскажу, чем занимаюсь последние три года, что такое хоумстейджинг. Покажу три своих объекта и расскажу, что на этом может зарабатывать абсолютно каждый. Друзья, давайте кратенько напомню, точнее даже напомню ты. Смотри, ты проживаешь в жилой комплекс домашний. Ранее с Михаилом на канале выходил выпуск, где ты показывал квартиру, которую ты купил без отделки, сделал ремонт за относительно невысокие деньги. И там ты проживаешь с женой и ребенком. Там же в соседнем доме есть однокомнатная квартира, где живет твой брат. Да, только двушка. У нас одинаковые двушки. А, вот точно, двушка, извиняюсь. Разъехались, я себе отдельно купил потом. Вот. Сам ты из какого города? Архангельская область. Ну, поселок, вы вряд ли знаете, поселок Коноша называется. Коноша. Коноша. Мы выводим на карту. Ты в каком году, напомню, переехал в Москву? Я когда поступил в строительный универ, получается, это был 2010 год. В общем, кому интересно будет, вы можете этот выпуск посмотреть. Ссылочку на него оставлю в описании, но мы переходим в наши реалии. Вот смотри, ты мне пишешь со словами, Диман, приезжай, покажу, что такое хоумстейджинг. Я думаю, блин, вот первое, что я тебе написал, а дай по-русски, что это такое? Ведь флиппинг – американское слово. Хоумстейджинг – американское слово. Где мы сегодня находимся, что за нашей спиной и что мы сегодня увидим? Это ЖК Перовская-2. Я купил здесь первую квартиру еще два года назад, на самом старте, по очень привлекательной цене. Изначально я планировал заниматься инвестициями, купил, продал, заработал деньги. Но в процессе я понял, что сейчас все переходят на систему флиппинга, либо хоумстейджинга. Почему хоумстейджинг? Потому что мне не надо переделывать бабушкин вариант. Я уже покупаю квартиру с готовой отделкой, делаю красивую мобилировку, покраску, декор и продаю с хорошей прибылью. То есть простыми словами, хоумстейджинг – это когда ты покупаешь квартиру. Да, голые стены, ничего нету, и ты красивый декор. Чистовая отделка или уже? Чистовая, Пик всегда с чистовой отделкой задает. Пик самолет. Ребята, это Пик. Сегодня у нас объект самолет есть, когда уже ты заходишь и, грубо говоря, мебель только заноси. Можно жить. Зачастую на такую отделку какие минусы? Жалуются люди, типа простовато, дешевые материалы. Самые дешевые двери картонные, обычные обои белые, плавые пластиковые плинтуса, натяжной потолок без скрытых карнизов. Ну, в общем, самый простой ремонт, как он есть. Пик, понятное дело, не будет большие ресурсы вкладывать, это же масс-сегмент идет. Вот посмотрите, что нас окружает. С одной стороны, да, все свеженькое, новенькое. С другой стороны, вторичка, пятиэтажные дома, там, девятиэтажные дома, повыше. А почему вообще ты выбрал вот этот жилой комплекс с точки зрения вложения денег? Вот смотри, сегодня же много объектов строится, тем более у таких крупных застройщиков. Почему сюда? Ну, я голосовал рублем, как говорится. Потому что здесь была самая низкая привлекательная цена. Я все цены сравнил по Москве. И вот я в день старта, прям в первые часы купил двухкомнатную квартиру за 8 миллионов рублей. Таких цен я и близко нигде не видел. Поэтому мне товарищ набрал, типа, Мишань, типа, хороший вариант, нужно брать. Я уже, говорит, две забронировал себе. Я тоже на эмоциях две забронировал. Одна мне не понравилась, куда окна выходят, на железку, тут железо-дорога проходит. И поэтому я вторую себе оставил и взял. Короче, рублем голосовал, цена решает. В 2021 году двухкомнатная квартира площадью... Площадью 49 квадратных метров. Ну, угловая двушка у них стандартная. 49, 8 миллионов рублей раз. И еще у тебя здесь есть две однушки. Две студии. Две студии я взял, получается, в прошлом году, летом. Одну взял за 6 миллионов 800 тысяч рублей, вторую за 7 миллионов 200 тысяч рублей. Продала мне одна девушка. Она хотела жить в этом ЖК. Она, если ЖБА, живет вот в этом соседнем доме, у нее немножко тяжелая ситуация была. Она открыла Валберис на Таганке, у нее не пошел, влезла в большие долги. И плюс у нее ипотека была, Дом РФ. У Дом РФ можно было выкупить только за наличку. Нельзя было там ипотеку на меня перекинуть. Поэтому мы с наличкой подвернулись и выкупили у нее квартиры. Я у нее где-то процентов в 10-15 торговал еще. Красавчик. Мишаня вообще в целом красавчик. Я в этом выпуске напомню вообще, откуда деньги. Как ты их там, ну, этот капитал свой первый зарабатывал. Потому что звучит, да? Нехило пришел, забронировал две двушки. Одна не захотел, взял другую. Ну, я к этому не сразу, опять же, пришел. Я говорю, я, блин, в общаге жил одно время. Получается, будучи студентом, там, на бакалаврии, в магистатуре учился. Просто параллельно инвестировал. Новые Пушкина брал, Соларьево парк брал. Раньше же все, когда было по ДДУ, слов полтора-два раза. Получается, у меня объекты росли. Просто я акценты специально это делаю. Потому что на сегодняшний день эти слова инвестиции так засрали, что когда, типа, инвестор, сразу, типа, вот это вот, начинается, типа, разводняк, кидалу и так далее. То есть, одно дело, когда, вот, есть, да, потрогать можно объект. Вот, инвестиция, купил по 8 миллионов. Где ты сейчас за 8 миллионов найдешь? То есть, это вот инвестиция. Сейчас вообще по 8 миллионов вы нигде не купите. Сейчас на скроу счета все перешли. Цены уже по факту рыночные. Вам нет смысла на старте брать. Лучше вот прям готовое жилье брать и оборачивать. Сейчас вот флипинг, хоумстейджинг на слуху всем занимаются. Ну, это прикольно, на самом деле, что ЖК небольшой, своя школа, детский сад. Это прям пик в этом плане. Молодцы, не кидает. Ну, самое главное, чтобы достроили. Ну, дома, нет, пик всегда достраивает. И вопрос еще по очереди. Потому что смотри, 3 этажа и вот такая, да, история. Глянь. Да, тут считай по 900 квартир. Сколько этажей в каждом доме? По 33 этажа, ну это охренеть. 33 этажа каждый корпус, ну это просто пипец. А как здесь происходит? Здесь есть квартиры по реновации? Нет, в этом комплексе полностью квартиры по реновации. А, есть реновационный фонд на фрезер, через дорогу строится, по-моему, 3 дома, если не ошибаюсь. Но здесь нет, здесь только покупают. Комплекта в этом комплексе нету, да, здесь нет, здесь все это полноценное жилье. Друзья, вот прям живой пример. Просто поверни прям камеру плавненько, покажи. Вот эти дома, вот так выглядела раньше вторичка. Соответственно, все вы ее прекрасно знаете. Мы можем без конца спорить, какой вот плюс, например, у вторички. Да, обжитой райончик. В принципе, никто ремонт уже не делает. Там тишина, спокойствие. Меньше этажей, там, 5, 7, 9, 12. Ну, в среднем, если мы говорим про вторичку. А вот современные жилые дома. То есть ты во двор заходишь, ну, поприятнее, согласитесь. Площадочки чистенько. Вот человек, да, прям как положено, сидит, кайфует, читает книжку. Ну, фрилансер, да. Да, дальше школа, детский сад у тебя во дворе должен быть по-хорошему. Подземный паркинг как здесь? Здесь нету подземного паркинга. Только по инновации строят всегда подземный паркинг. Пик этим не отличается. Ну, может, какой-то бизнес-класс у него есть, там, на Западе. Западный порт, там, Академика Павлова строят. А здесь нет такого. Машины вот рядом, смотрите. Наземный паркинг, да. Наземный паркинг. Это, наверное, чей-то другой же частный какой-то, да? Нет, нет, это пик. Он же сейчас, да, у него в новых комплексах из металлоконструкции. Получается, где-то за полгода строят. Ну, тоже многие жалуются, опять же, что ржавеет конструкция. Плюс снегом заваливает верхние этажи. Он же открытый, никак не защищается. А почем не смотрел вообще? Смотрел, да. Тут, на самом деле, его очень быстро раскупили. По миллиону были места верхние этажи. Нижние миллион триста, миллион четыреста. Ну, это, на самом деле, очень выгодно. Я когда встречал цифры в реновации, когда 650 тысяч, говорят, там, типа, со скидкой вы можете купить. Я думаю, охренеть. Вот реально людям, вы вдумайтесь, везет. Жил ты на вторичке, у тебя там 44 квадрата. Тебе дают двушку, там, 60 квадратов. С ремонтом, да, он там не какой-то вау. Ну, такой же, как у Пика ремонт, по факту. Ну, я про Пика говорю, да. У некоторых там вообще убитые ремонты люди живут. А тут тебе мало того, что свежак, так еще у тебя подземный паркинг. Зачастую, вот, ну, пару раз ездили в реновацию, я не знаю, может, там повезло, как-то совпало. Но там ничего у них не течет, все у них классно, ну, как чисто аккуратно. Их бакончики тоже есть. Да, да, да. В этом плане, блин, тут иной раз можно даже, как бы, по-доброму позавидовать, сказать, ну, здорово. Здорово. Там только на контингент жалуются, что реновация, там, ну, конечно, люди те же самые. Те же самые, мусор, таракан, платос, осуществляют. Ну, пойдемте, ладно, не будем застаиваться, пойдемте, пойдемте, пойдемте. А прямо сейчас мы перемещаемся ко мне домой за мое рабочее место, где я вам хочу рассказать, показать и посоветовать кое-что интересное да полезное. Тюменская компания Кейс Гуру представила целую линейку гаджетов для уборки дома. А у меня в руках вертикальный пылесос CGCleaner Home. Очень удобный и весит всего 2 килограмма. Пылесос работает час на одном заряде. Вам хватит времени дважды убрать вашу квартиру. Есть несколько режимов, между которыми легко переключиться парой нажатий. В автоматическом режиме пылесос сам определяет степень загрязнения и настраивает степень всасывания. Вам не нужно ни о чем думать. Пусть об этом думает пылесос. В комплекте с пылесосом поставляется несколько насадок для разных поверхностей. Еще в линейке есть роботы-пылесосы. Они не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до 2 сантиметров. А расход зарядки у тюменцев более низкий, а контейнер для пыли более объемный. Можно чистить и подзаряжать пылесос после 2-3 уборок. У тюменских робот-пылесосов умная лазерная навигация. Они в считанные секунды создают виртуальную карту помещения и тщательно убирают каждый участок трижды в разных направлениях. А вот мойщик от тюменского Илон Маска чистит реально сам. Без участия владельца. Робот сам подает себе воду из бачка распылителя. Полирует насухо. Отключается, если закончил. Мойщик подходит для окон, зеркал, дверей, плитки. Forbes признали гаджеты Кейс Гуру лучшими наушниками из всех недорогих. И самыми недорогими из лучших. Покупайте технику от тюменской компании по ссылке в описании или по QR-коду, который вы прямо сейчас видите на экране. И, конечно же, используйте промокод MAS24 для того, чтобы получить скидку в 500 рублей. Пользуйтесь на здоровье, а мы продолжаем. Итак, мы подходим. Наш первый объект. Пойдем, показываем. Значит, смотрите, что интересно, да, рядом все строится, как бы стройка еще идет. Ну, понятное дело, в перспективе, там, на будущее, когда все закончится. Ну, действительно, будет прям полноценный такой райончик. Но через дорогу, покажи, здесь промышленная зона. То есть тот же самый подъезд сюда не очень удобный. Там железная дорога, шум какой-то от нее есть. То есть, ну, опять же, вы живете в городе. Те, кто хотят, чтобы все было тихо, спокойно и рядом красота, такое в Москве есть. Но это стоит совсем других денег. Ну, либо в Подмосковье руливать и там прям... Еще, да, поискать, потом сколько возвращаться, это подсвечиваем. Тут самая лучшая транспортная доступность. Вперед. Так. Заходим. Значит, входная группа нас встречает. Многим из вас уже по нашим сюжетам знакомы. Ну, вот так вот, друзья, кто особенно с регионов смотрит, вот так вот живут москвичи. Это вот, назовем, доступное жилье по московским современным меркам, если вы рассматриваете новостройки. Есть самые такие топовые компании. Это, ну, не реклама, ни в коем случае пик. Самолет, я имею в виду, с топливащики зрения, топовые. Это крупные застройщики, которые много строят. Ну, вот, посмотри. Ты пришел, почту забрал, квитанцию, обязательно квитанцию на оплату. Лифты у нас раз, два, три, четыре. Четыре лифта. Четыре лифта на 30 этажа. Это понятное дело, что на 33 этажа, охренеть. Четыре лифта на 33 этажа, это, я бы сказал так. Это самая большая головная боль, это лифты. Ну, это всегда, потому что 16 квартир на этаже, четыре лифта. На данный момент время 10 утра, 24 минуты. Соответственно, народу-то поменьше, уже основная масса уехала на работу. Но мы вот тусуемся, снимаем про холмстейдж. Потому что для Миши это и есть работа. Сейчас поднимемся. Ну, да, не скажут, что работа, мне тем нравится заниматься. Это кайф, мне приносит удовольствие. Ну, это, знаешь, это самое крутое, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится. Тут все эти хлопоты. Для кого-то ремонт, покупка, продажа, это головная боль. Не, мне в кафе, я по вечерам сижу даже в интернете, что-то там листа, объявления, смотрю, там, торгуюсь с кем-то. Ну, и самое главное, даже деньги приносит, чтобы... Монета капает, как бы. Да, это вообще крутое. Почему тебе... А, ну, у тебя чуть рыжая, да, борода? Ну, я сбрил немножко. У меня рыжая. Ну, у тебя, ну, не рыжая. Не рыжая, да. Ну, да, мне когда тоже борода отрастает чуть-чуть, она рыжая. У меня прям как у карабаса борода стает. Золотая, да. Получается, здесь три двухкомнатные квартиры угловых, одна трешка из этих 16-78 метров, 4 евро-двушки, 2 однушки и порядка 4 студий. Друзья, а вот сейчас кто-то из вас будет в шоке. Вам нужно доступное жилье в Москве, вы хотите переехать, возможно, купить жилье для ваших детей. Вы девушка-мужчина. Вам нужно жилье. Первое, что вас встретит, это вот подобные студии. 25 квадратных метров. И это еще много, потому что студии сейчас бывают 18-20 квадратов. 25 квадратов. Я как вспомню, мы же раньше жили в однокомнатной квартире площадью 27,7 квадратов. То есть на 3 квадрата больше была, чем вот эта студия. Миша покупает ее полгода назад, дата выхода ролика вы видите на экране, по цене 7 миллионов 200 тысяч рублей. Завтра по этой квартире сделка. То есть она все продана, вы можете не думать, что это что продается, уже продана. По чем он ее продает, сейчас он вам расскажет. Но давайте кратенько, смотрите. Здесь вы местами можете увидеть некоторые элементы отделки от застройщика. Что он переделал и сколько он на это потратил денег, он сейчас расскажет. Встроенные шкафы. В принципе, не маленькая прихожая. То есть, как бы, я бы даже сказал, большая для студии. Смотри, сколько места. Можно действительно развернуться. Далее, покажи санузел, душевая кабина, унитаз, стиральная машинка, раковина. В общем, все, что нужно. Декор, ну посмотри, по камере оно прям смотрится так-то неплохо. Тем более, всякие вот эти элементы декора. Покажи, как он сделал. Это Миша все сам придумывал. Наверное, где-то подсмотрел, сейчас поделится. Но сам смысл в том, что так симпатично сделано. Далее, мы с вами потихонечку выходим. И помните, вы мне говорили, вот у меня в квартире, там у меня же гостиная с кухней объединена. Кровать на кухне. Вот, когда кровать реально на кухне. Вот она, твое спальное место, а вот она, твоя кухня. Но это вот реалии, друзья. И это 7 миллионов 200 тысяч техника встроенная есть. Помыл помидорку, вот здесь вот ее порезал. Смотри, две конфорки, ух ты, две конфорки. Как удобно на самом деле. Все, ты приготовил себе там завтрак, ужин, обед. Помылся. Здесь ты один или там с дамой вполне возможно. Или кто там, кавалер пришел в гости. Отобедали, отужинали, отдохнули. Ну, а дальше все, на боковую. Выспался, утром встал и пошел. Чего здесь явно не хватает? Ну, места для сушки вещей, с одной стороны. С другой стороны, раскрыл. Поставил, все, вперед. То есть, в целом, для жизни эта квартира хороша для кого? Ну, наверное, для студентов, для одиноких людей, у кого еще нет семьи большой. Ну, понятно, дело здесь с ребенком. Тоже, на самом деле, можно вот так вот, когда нужда есть. Вот сюда детская кровать. И постепенно, постепенно трудиться, работать. То есть, рассказывай, что ты здесь изменил? Так, ну, во-первых, ты правильно сказал. У меня сама девушка-студентка покупает. Они медики, семья из Ярославля. На Авито увидели квартиру. Ему очень понравилось. Прямо как она хотела. Все светлые тона, кашемир. Вот. Что касается сушки. Я изначально покупал стиральную машину с функцией сушки LG. Я уже ее опробовал. Реальные вещи сухие. Хорошо сушит. Вообще идеально сушит. Даже разглаженные. Потому что самое главное – это экономия места. в студии. Поэтому только сушка рекомендуется покупать. Так, что я сделал? Ну, здесь были обычные белые стены. Я, получается, покрасил вот в цвет кашемира. Всю мебель тоже в цвете кашемир сделали. Кухня у нас МДФ модульная. Я всегда топлю за модульную мебель. Потому что, если вы сдаете квартиру, у вас там дети маленькие, животные могут что-то повредить, то вы всегда можете этот модуль отдельно дозаказать. Он там в районе 1000 рублей стоит. И без проблем его поменять. Также важно, чтобы мы сделали посудомоечную машину. И она именно не маленькая, 45, а большая. Что можно кастрюли, сковородки сюда запихнуть. Фильтр тройной для воды сделали. То есть мы ее укомплектовали, прям под ключ идеально можно жить. Скрытые плинтуса с подсветкой. Холодильник тоже у нас встроенный. А, вот холодильник, нифига себе точно. Я что, даже про него подумал. Вот как в шкаф, да? А вот здесь еще? А здесь уже? Здесь просто, да. Слушай, ну здесь можно, ты уже думаешь, что хочешь, покажи, пожалуйста. Вот там полки, в принципе, да, глубокие. Здесь уже кто как ест. Место здесь более чем, вот честно скажу, еще под кроватью у нас подъемный механизм можно разместить. Да, важно. Поэтому, считаю, девочке очень повезло, что там такую квартиру урвет. Слушай, по туалету здесь что ты делал? Получается, вот на весной, да, ты повесил шкафчик, люстры, да, вот эти дополнительные поставил. Да, вот эти споты, да, все там на зоне позаказывал. Дверь поменял, потому что, ну, пиковская картонная дверь сильно удешевляет. Вот двери, я считаю, это самый важный у меня. Двери, плинтуса, это те вещи, которые создают вау-эффект в квартире. Вот она, та самая стиралка с функцией сушки. Красивую, с живым краем столешницу заказал из натурального дуба. Створки поставил, покрасил баллончиком, спреем. В Леруа купил рейки, тоже их маслом под дерево покрасил. Слушай, а вот эти вот плитку... А, еще момент, плитка, да. Плитку я тоже сам красил, купил специальную краску латексную для швов. И где-то часа за три покрасил все эти швы в черный цвет. Вот, это не затирка, это краска. Это сделал, да, ты сделал так, ну... Да, для вау-эффекта, чтобы все красиво. Ну, конечно, прикинь, тут будут такие желтежи со временем, чтобы сразу другой вид. Слушай, ну, прикольно, смотри, давай посчитаем. Вот 7 миллионов 200 тысяч ты покупаешь квартиру. Вот сколько ты потратил денег? Вот что мне нравится, Миша снимает. Ну, реально, человек разбирается, видно, что ему дело нравится. Все знает. Сколько денег ты потратил? Причем все делал, поэтому я на рабочей силе экономил. Ну, не прям все, но большую часть. Ну, возьмем, грубо, 500 тысяч. 500 тысяч рублей. Ремонт. Подчеркиваю, это с кухни, посудомойка. Вообще все, да. И самое главное, что я еще брал на... Не знаю, слышали или нет. Слышали, конечно. Очень много этих баллов давали. Я прям попал в эту волну, и я все купил. Там 60-80% кэшбэка. Мне там капнул чуть ли не 300 тысяч этих баллов. Я, получается, на эти баллы потом следующую квартиру сделал. Как здорово, что ты все это рассказал. Но мы это все запикаем, потому что, как говорится, не оплачено. А рекламная интеграция звучит очень привлекательно. Ну, я говорю, как есть просто. Так и было. 7-700. Еще какие-то расходы были дополнительные к этим цифрам? Ну, платеж по ипотеке. Мы небольшую сумму в кредит взяли. Вот за все это время, ты полгода назад купил, вот выплаты процентов. Чисто процент, я считал, 30 тысяч в месяц у меня были. В месяц. То есть 30 тысяч. У меня 40 был платеж, получается, из них 30 тысяч проценты. Ну, 10 в тело уходило. Короче, 30 на 6 умножай. Ну, 180 тысяч плюсуем. Плюс, давай так, я сейчас вообще, ну, грубо там, я накинул. Прям сверх грубо. 120 тысяч сверху. Какие-нибудь, может быть, что-то где-то забыл. Ну, конечно, ты-то вряд ли такую сумму где-то забыл. Ну, сколько вообще максимально, чтобы я прям мог вот все подбить. Ну, не знаю, ну, полтосик еще добавить. Полтосик давай еще добавим. Ну, может, там, клининг. Ну, блин, клининг пятак стоит. Коммуналочку-то оплачил. Коммуналочка. Коммуналочка 4 тысячи в месяц стоит. Вот, короче, округляем до конца. Давайте так уж, так сказать, жиранем. 8 миллионов рублей ты потратил на эту квартиру за 6 месяцев. Да. На момент выпуска ролика квартира уже продана, потому что мы снимаем, вот как удобно с часами, 3 марта. Кстати, если что, квартира ушла ровно за неделю, очень быстро. Ну, сейчас расскажешь. 3 марта мы снимаем, завтра у тебя сделка. Ты выкладываешь квартиру на доски объявлений по какой цене? 10 миллионов 900 тысяч рублей. 10 миллионов, друзья, 900 тысяч рублей. Это цена выше рынка, я согласен. Где-то на миллион я выше рынка выложил, но у меня и ремонт дорого смотрится. Почему нет, собственно говоря? Люди же взяли, значит, ну, я не зря так сделал. И тебе пишут люди. Вот расскажи, как это произошло. Именно те, кто прям приехал, как это было? Смотрите, многие вот ставят на ЦИАН объявление, но с ЦИАН вообще звонков нету, как правило. Я через Авито обычно реализую, и люди с регионов берут. Они видят, что красивая квартирка, светлые тона. Ну, мало очень дизайнерских ремонтов, особенно в ПИК, особенно студий. Никто не заморачивается, все вот какие солепят. Там шкаф обычно поставят какой-нибудь там не до потолка, кухню какую-нибудь мелкую там белую поставят. Обычно как люди, вот вы любое объявление откройте, у них будет кухня где-то. Ну, вот до сих примерно по высоте, там 3-4 модуля, без посудомоечной машины, без встроенной там микроволновки, духовки, холодильника. Плюс все-таки я еще сделал эти пауэрбоксы, то есть они усиленная конструкция идет, там можно сковородки всякие, кастрюли хранить тяжелые. Ну, и я не экономил как бы на кухне, а вот делал как есть, чтобы человеку было приятно в ней жить. Ну, давай, сколько человек тебе по этой квартире прям позвонил из серии «я хочу прийти посмотреть»? Честно, позвонило всего за неделю 2 человека, одни очень сильно торговались. Не знаю, люди на самом деле наглые зачастую бывают, все хотят лям скинуть, 800 тысяч. Я говорю, ребят, у вас совесть хотя бы есть, там, ну, полтосоточку, ну, две соточки, но не лимон. Он, серьезно, вот я говорю, каждый старается где-то лимон скинуть, либо 500, они себя там, ну, как волки с Солл-стрит ощущают и хотят по максимуму скинуть. А я вот, это тебе от зрителей, а ты когда на лям квартиру выше рынка выставлял, ты не ощущал вот эту, знаешь, такую, типа, наглость, типа, везде она там 9 900, а у Мишани она 10 900. Слушай, ну, я как бы частичку души в нее вложил. Это другое, это другое, правильно? Да. Я понял. Так, я думаю, хороший, да, вопрос, друзья, лайк сразу ставьте, за так вот, попал, поймал я его быстро. Так, ну, смотри, получается, тебе звонят ребята, которые будут покупать девушка, так, по-моему, там, родители принимают участие, правильно? Да, это семья из Ярославля, медики, врачи сами. Ну, жить она здесь будет одна. Да, да, одна. И как они приехали сюда, правильно? Да, вот девочка и мама сразу влюбились, о, чуть ли у них руки уже не трястись. Берем, берем, типа, давай. Ну, они сначала уехали, через 2 часа мне набрали, что Михаил, все, давайте завтра мы задаток вам внесем, приедем. Все, уже снимайте Беллини, никому не показывайте. И вот в 11 часов приехали. Ну, ты делал так вот, типа, I don't change, don't pump it up. Слушай, ну, это приятно, когда сразу сделка проходит. Потому что, опять же, я ипотеку плачу, представьте, лишний раз показы делать напрягает. А тут сразу раз, и человек приехал, все ему понравилось. Ну, и они даже не торговались. Ну, они немножко другого менталитета люди, такие скромные. Ну, они боятся, я им скинул из вежливости 50 тысяч, как бы. Ну, я бы мог больше скинуть, но они не просили, может быть, я и сотку им скинул. Друзья, у нас все в открытую, понимаете? Да, я говорю, как есть. Да, в рай там стоять для того, чтобы... Это бизнес, для тебя это бизнес. Ты работаешь, ты зарабатываешь бабки. Таким образом, смотри, они забирают ипотеку, наличка, как это будет? Наличкам. Вот. Смотри, сейчас такое время, что ставка 16%. Почему мы, не знаю, еще на студии акцент делали? Потому что студии берут, как правило, за наличку. Ну, сумма относительно... Ну, не скажу, что небольшая, но она приемлемая. Если ты двушку посмотришь, она 20 лямов уже будет стоить. Кто будет 20 лямов, блин, за наличку уносить? Люди бизнес-класс за эти деньги покупают. Ну, давай, смотри, 2 миллиона 850 тысяч рублей – это твоя чистая прибыль. Да. От этой суммы что мы отнимаем? Налог? Да, налог отнимаем. 13%? Да. Так, сейчас 13. 370 тысяч налог. Так, 2,950. Минус 370 тысяч рублей налог. Так, минус 370 тысяч налог, 2 миллиона 480 остается. Еще какие-то расходы какие-то идут. Ну, по сделке там, закрыти, в пятак заплатить. Ну, короче, минус 30 тысяч рублей – это на то, на сё. Мы прям по максимуму, там, расходы на дорогу и прочее. В кафешке отметить потом все. Ну, вот, и делим на 6. Таким образом, тебе эта студия за 6 месяцев приносила, ну, 408 тысяч рублей в месяц чистыми. Да, 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 есть все круто. Как вам такой доход? С одной студии за 6 месяцев 408 тысяч. То есть ты просыпался утром, пил кофе, ты же у нас Супер Майк, правильно? Ну, исходя из Манхэттена. Да, у тебя там Супер Майк, у него псевдоним такой есть, Супер Майк. Пил кофе, жил там, представлял он себя жителем этого Манхэттена. Приезжал, занимался, сам некоторые вещи делал. Да, нет, мне для души не нравится. Там стены покрасил, там сантехнику установил, люстру повесил, розетки перенес. Мне нравится иногда поковыряться, что своими руками поделать. Я кайф от этого испытываю, что результат есть. Ну, опять же, очень сильно выросла рабочая сила. Вот, ребята, вот я говорю, что рабочие сейчас зарабатывают больше, чем белые воротнички. Я разговаривал со своим мебельщиком, который мне шкафы собирает. Он говорит, у него вообще заказов каждый день, там по 10 человек ему звонит. Времени свободного нет, работает без выходных. И он сказал, что где-то в районе 300-400 зарабатывает. Мебельщик обычный. Ему нравится собирать мебель, он кайфует. Он в день вот три заказа делает. Вот я ему где-то за эти шкафы десятку заплатил. Он еще кому-то съездил, десятку заработал. А это он десятку за день сделал? Только за мой заказ он сделал десятку. Сколько он делал по времени его? У него уже хорошие инструменты всякие, реноваторы. Где-то часа за два с половиной он все собрал. Как вам такое? Десяточка за два с половиной. Это как бы к слову о том, что я стараюсь выпуски на канале делать на разные темы. Вот, например, этот выпуск, я считаю, что она частью должен быть как мотивационный. Конечно, да. Чтобы люди посмотрели и понимали, что не обязательно вам всем кидаться, скупать подобные студии и делать то же самое. Но у кого руки прямые, может вы работаете где-то на предприятии, там платят 50-60 тысяч. Вот, люди серьезно говорят, очередь на это стоит. Когда ты что-то умеешь делать руками, сегодня это очень сильно ценится. Вообще нехватка рабочей силы. Тут один Владимир всем делает, к нему звонят, у него очередь уже на месяц вперед запись. Просто вот, ну нет уже желающих, кто там готов заниматься и сантехникой, и электрикой. И все вот, получается, ждут месяц, чтобы он пришел тоже сделал вот этот ремонт. Он уже скоро на Роллс-Ройсе будет ездить. Вот так, блин. Короче, смотрите, здесь мы с вами подводим черту. Иди, пожалуйста, поближе. Подсветки ты сделал достаточно. Как бы все, смотри, ну действительно, как бы... Ну, уютная квартира, да, в ней хочется жить, остаться. Если даже ее рассматривать как апартамент, условно, да, для сдачи по суточной аренде. Я думал тоже, да, об этом, но... Тоже можешь взрывать, потому что действительно, как бы, неплохо. Но, опять же, в силу того, что люди живут по соседству, как бы, по суточной, это не всегда хорошо. Ну и покажи, иди, покажи, вылези в окно, так сказать. Отойди, пожалуйста. Аккуратно только. Вот. Вид, конечно, ну, блин, друзья, ну вот такой вид. Окно в окно, да, ты выходишь, и вот тебе, пожалуйста, ниже коммерция. Ну, да, соединяем. У тебя рядом, вон, люди гуляют, собака. Сейчас навалит, интересно. Можно проследить, будут убирать за собакой, не будут. Дальше у тебя точно так же город. Перед тобой стоит высоточки, железная дорога. Ну, вот такая вот жизнь. А с правой стороны у тебя промзона. Как говорится, нравится, не нравится, выбирай все, что ты хочешь. Выбора на рынке Москвы, Московской области, да и в целом, я думаю, по стране, в крупных городах также. Огромное количество. Как говорится, любой каприз за ваши деньги, как правильно люди говорят, народ голосует рублем. Вот так вот живет супермайк Рантье. Значит, мы покидаем нашу проданную, получается, квартиру. Ну, не нашу, а твою. Мы сегодня кушать-то что-нибудь вообще будем? В буханку можно зайти. Нет, а там, типа, знаешь, мы обычно приходим, там, чай, кофе. А, ну, в двушку, когда зайдем, там, к этих квартиранте съехали, мы, чай-то, подкалываю, друзья. Значит, весь цикл у него занял две недели. Да. Вот. Набил руку, уже знают, с опытом, я подчеркнул. Нет, ну, две недели на ремонт, еще неделю на продажу, получается. Ну, две недели им идут на самую ремонт, на подготовку. А еще полгода, потому что я ключи ждал, там ключи получил. Смотрите, пойдемте вниз, нам буквально чуть-чуть спуститься, и там дальше уже будут твои другие объекты. Ну, вот, пожалуйста. Ну, я специально убирать не стал, потому что, ну, зачем, как бы, как есть. Дом новый, жильцы те же самые, смотри, банку поставил себе под этот, под алкоголь, да, на под бычки, но, тем не менее, что-то у него не получается в банку класть окурки, швыряет ниже, ну, это просто, да, спросить у человека, смотри, просто все засрал. О, пойдем, пойдем, Наташа. Здесь, как говорится, начинается та самая зарисовка, как уже называемая, фильм ужасов. Просто, ну, босится сильно, у меня голос еще такой, просто, ну, что надо быть вот просто за свиньей собачьей, вот просто свинья собачья, ну, зачем ты это делаешь? Ну, зачем ты это делаешь? У тебя новый дом, новый подъезд. В тот же момент могу предположить, что это чей-то может быть рабочий, с одной стороны. А с другой стороны, рабочие, вот эти тонкие сигареты не курят, которые девичьи. Тетка какая-то курить ходит, блин, сюда. Тетка, не кури, пожалуйста. Я расскажу, в чем проблема. Потому что тут, чтобы спуститься покурить, нужно лифт ждать 10 минут. А людям по-быстренькому хочется. Я к тому, что даже если ты выходишь курить сюда, то, во-первых, ну, почему нельзя вот в эту же банку, ну, он сделал банку, правильно, воды налил туда, и все ты туда скидываешь. Это первое, второе. Вот, смотри, написано, курить запрещено. Почему? У вас здесь наверняка без конца сигнализация срабатывает. Да, 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 жалуется. Вот, дым идет, она срабатывает, а потом люди пишут в чатах. Херовая сигнализация. Так вот, если в подъезде не курить, и в квартирах не курить, тогда не будет ничего срабатывать. Знаешь, 2 плюс 2 равно 4. Ого! Ну, конечно, блин, человеческий факт. Да, это может быть. Ну, опять же, это в основном рабочий, наверное, курит. Ну, рабочий тоже человек, он же не это, блин, не голая обезьяна, которая ничего не понимает. Кто-то решил дверь поменять. Вот, смотри, у всех белая, а здесь уже, видишь, просто сразу видно другое. Ну, тут, знаешь, как бы, я все-таки стараюсь над единого стиле придерживаться, мне в глаза она бросается. Подходим ближе, сейчас у нас что будет? Эту квартиру, это тоже квартира-студия, мы ее купили 3 месяца назад с партнером, это не чисто моя квартира, потому что там финансовые ресурсы не безграничны, но я тоже хороший процент с нее заработаю. И она еще не продана. А она сдается в аренду? Нет, она не в аренду, я тоже буду продавать. То есть это как бы квартира, которую вы подготовили, сейчас скоро будете на продажу? Да, 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 ну там немножко осталось там клининг сделать. Друзья, еще раз говорю, у нас нет рекламного характера с Михаилом, ему действительно интересна та тема, которой он занимается. Когда я у него спросил первый вопрос, заходи, пожалуйста, зачем тебе вообще это нужно показать людям? Вот ответь сам, пожалуйста, на этот вопрос. Вот люди скажут, типа, что за бред, если это такая прибыльная тема, на ней можно зарабатывать. Обычно, так сказать, деньги любят тишину и способы для заработка никто не подсвечивает. Слушай, ну я хочу поделиться, что каждый человек может зарабатывать на флиппинге, на хоумстейджинге, вне зависимости от места проживания. Он может быть там в Казани, там в Великом Новгороде и также заниматься этой деятельностью. Пик почти всех регионах присутствует крупных, поэтому также можете по моей наводке делать мобилировку, красить все и выкладывать там дороже, реализовывать проекты. Просто должны понимать, что Москва это Москва, в других городах вот эта наценка, она будет просто поменьше. Просто надо количеством объектов брать, например, не один-два, там сразу четыре везти, потому что там же квартиры дешевле стоят. Слушай, вот эта площадь такая же. Нет, это 23 метра, где 10 окна. Вот, здесь уже даже чуть потеснее. Ты здесь в 19 зайдешь, там прям вот так на бок, бочком ходить будет. А еще и 19 бывают, да? Конечно. Офигеть, блин. Большинство квартиру пик раз 19 метров идут. Офигеть, брод. Самый бюджетный. 23 квадрата, друзья, пожалуйста. 20 метров прям клаустерфобия развивается. Ну, крайне некомфортно себя чувствую. Ну, да, здесь еще минус жирный, что не хватает кислорода и постоянно нужно будет окно открывать. А зимой, например, когда еще отопление идет, ты будешь лежать спать, ну, щель должна будет. То есть я боюсь то, что будет вонить все время в шею. То есть она хотя бы чуть подальше куда-то вот в эту сторону ложится. Ну, смотри, давай так, 23 квадратных метра. По какой цене куплена она? Эта квартира также куплена где-то месяцев пять назад, но она дороже была, в районе 8 миллионов рублей. Ага, 8 миллионов рублей вы ее покупаете. Да, без ипотеки. Тоже занал. Да, да, мы скинулись, получается, налички. Ремонт и все, что связано, бокальчики, в общем, все подключено. Здесь на сотку дешевле бери, потому что здесь встроенной техники нет. 400 тысяч, ипотеки не было, соответственно, больше расходов. Ну, давай там 4 умножаем на 5, это еще 20 тысяч рублей за коммуналку. Ну, и какие-то неучтенные расходы, я плюсую просто так смело 80 тысяч. Того 8,5 миллионов рублей, это ровно то, что мы видим сейчас, когда у тебя все везде оплачено, все счета оплачены. Ну, что, давай, супермейк. За 10,5 будет выставляться. 10,5? Да. Минус 10, ну, 2 миллиона рублей. Ну, я еще всегда на торг закладываю 200 тысяч, торгуется, я как бы скину 200 тысяч, мне не жалко. И не из тех людей, я могу и 300 скинуть, если человек готов прям с деньгами, почему нет, нафиг мне там полгода ждать, как бы на быстрее оборотку делать. Ну, короче, ты рассчитываешь с партнером с нее получить полтора-миллион 700, ну, два это будет и делать, и без торга. Ну, опять же, без торга в принципе не бывает, но полтосик. Да, меня устроит даже, даже если 500 заработаю, как бы вообще не проблема устроит. Ну, и как ты думаешь, так же удастся быстренько, лихо так скинуть или как бы сделать? Ну, все, цены зависит, думаю, где-то, ну, может, недели две-три вот так продажный цикл у меня займет, сложно сказать. Понимаешь, тут немножко другой серый стиль, может, там, парень. Ну, та интереснее. Да, та интереснее. Да, та она, знаешь, поуютнее. Хотя вот это как раз тут дизайнера я нанял девушку, тут считается, типа, полудизайнерский ремонт, а там я вообще без дизайнеров сам все делал. Так что вопрос, вот стоит ли нанимать дизайнера или лучше саму немножко в этом моменте распространяться? Потому что она, видишь, как бы сделала такой ступенчатый элемент. Нет, ты знаешь, некоторые элементы, да. Тарелочки, вот любят холмстейджеры все раскладывать, посуду. Ну, да. Ну, мне это не особо нравится, но девушки любят вот тарелочки прям это. Короче, по факту вся вот эта история, я вам так скажу, вот опять же, как шикарно, когда есть возможность там поездить за границу. Вот я ездил в Камбодже, я был, смотрел, как там квартиры продают, во Вьетнаме, в Таиланде, на Бали, в Дубае, в Турции, да где только не были. Я могу сказать так, что это копировать, ставить, вот зарубежная история. Откуда-то когда-то пошло, когда ты продаешь квартиру готовую, так сказать, взял чемоданы, поставил сюда вещи, разложил, все, ты живешь. У тебя головной боли нету, и это очень многих подкупает, в том числе тот же самый флиппинг там на вторичке, это всегда вот жирные плюсы. Но места, конечно, маловато, ну, короче, друзья, здесь даже время тратить не будем, напишите ваше мнение в комментарии. Ну да, так, краткий экскурс, просто другой формат, другой стиль, просто опробуем, зайдет, не зайдет, и будем от этого исходить, либо такого стиля. Почему плюс пик, потому что тут все квартиры одинаковые, я могу следующий жилой комплекс взять и полностью под копирку сделать квартиру, потому что все размеры примерно одинаковые будут. Напишите ваше мнение в комментарии, какая из двух студий вам понравилась больше, но почему-то, мне кажется, ответ будет очевиден, это предыдущая студия. Окна точно так же. Чуть левее сдвинута. Чуть левее сдвинута, вот. Ну вот тот же самый двор, все то же самое, просто чуть левее и этажом пониже. Это раз. Ну и единственное, что мы вам не показали. Я еще, кстати, хотел акцентировать внимание, что когда я выложил объявление, мне три человека написали про черную туалетную бумагу. Не знаю, почему это всех так зацепило, но все именно акцентировали на этом внимание. А написали где? Ну, на вид-то, когда сообщение. Типа, где купил бумагу, типа, о, прикольно. Короче, смотрят квартиру, а вместо того, что спрашивают про квартиру, бумага, туалет. Да, да, да. Ну, короче, смотрите, видишь, он набил себе руку, придумал себе стиль такой, вот эти те же самые рейки, как мы видели до этого. Но здесь ты не сделал как раз замазку черную, правильно, чтобы поинтереснее было? То есть здесь тебе попроще немножко. Ну, да, тут больше от партнера зависело. И двери здесь как раз парить. Ну, она поэтому дешевле. Да, она прямо сильно заметна. Ну, и тут место, друзья, подойди, покажи. Ключи, вы будете класть. Ключики. Всякую свою такую историю. Короче, вот такая квартира. Ну, и сейчас у нас с вами есть изюминка. Мы посмотрим с тобой двушку. Двухкомнатную квартиру угловую. 49 квадратов. Двушка? Да, классическая двушка. В новом доме 49 квадратов. Да, в соседнем доме. Обычно такие двушки сейчас уже побольше, а здесь 49. Короче. Ну, она немаленькая, вы сейчас убедитесь в этом. От того и интереснее, пойдемте. А вот здесь коротенькая вставочка. Вот так вот люди зарабатывают деньги. И с каждым днем таких, как Михаил, по стране и по Москве, в частности, становится все больше и больше. Но ведь легко можно заработать денег, как может показаться со стороны. И вот тут я как раз хочу сделать такой акцент именно для хейтеров. Есть на канале люди, которые в каждом выпуске ко всему придираются, ни во что не верят, все засирают и постоянно, как говорится, и ноют, и ноют, и ноют, и ноют. Люди, не мешайте другим зарабатывать. Для того, чтобы вот так вот по щелчку пальца заработать денег, нужно встать с дивана, найти 7-8 миллионов рублей, найти подходящий ликвидный объект, на который действительно будет спрос, пойти его купить. Далее сделать вот эти вложения, сделать ремонт. То есть нужен опыт, либо как минимум находить людей, которым вы будете платить, все это дело подготовить, правильно подготовить, и дальше уже постепенно все это дело реализовать. Это тоже, казалось бы, что тут сложного встать докупить? Ну так сделай, пойди сделай. И сразу, как только возникает вопрос о том, что нужно плутить, плутить, круг очень сильно сужается. А народ, который не хочет забивать себе голову поиском, самому доделать, это факт, это есть. Вот люди приезжают, покупают жилье, им надо своими делами заниматься, зарабатывать идти, зарабатывать на своем деле. Значит, хочу лишь напомнить немножко, если вам нужна помощь в покупке или продаже квартиры в Москве, Московской области, для жизни без проблем обращайтесь, есть крутые специалисты, которые помогут вам провести сделку от и до, как говорится, комар носа не подточит. Ну и, конечно же, подпишитесь на телеграм-канал, он в первом закрепленном комментарии, прямая ссылочка. Там выходит больше постов полезных, интересных. И если вдруг вы хотите принять участие в ролике, без проблем приглашайте, в том числе, если вы занимаетесь каким-то малым бизнесом, в сети, у кого там какая-то франшиза и прочее, прочее, не надо. Возможно, вы изготавливаете ключи, либо еще что-то, вот какая-то такая мелочевка. Вот все, что попроще, все, что самостоятельно, не глобальная компания, это, как говорится, приветствуется, пишите письма, будем снимать. В общем, мы заходим в соседний корпус, здесь даже времени тратим, потому что все то же самое копировать-вставить, поднимаемся на наш этаж. Мы заходим в двухкомнатную квартиру, полноценную двухкомнатную квартиру, площадью 49 квадратных метров. Что нас встречает? Ну, первым делом, та же самая прихожая, но начинаются изюминки. У нас здесь два санузла. Первый, назовем его гостевой, промежуточный, как хотите, а вот, небольшой, то есть здесь сам унитаз и рапина. Пожалуйста. Далее, по левой стороне, опять же, встроенные большие шкафы, куда вы можете разложить все ваши вещи. Заходим сюда, и мы с вами потихонечку так плавненько меняемся. Кухня, которую тоже сделал Михаил, здесь вся история повторяется, все есть. Стол обеденный, диванчик. Подойди, пожалуйста, поближе. Вот здесь, друзья, оценивайте, здесь у нас вид на другую сторону. Это вот к слову о том, что как живется в Москве. Ну, у нас здесь сетка, давайте вот эту вот открою, окошко. Сетка москитная. Вот. Что мы видим? Перед нами строится еще один жилой комплекс, этажность которого будет 40 этажей. 45 даже. 45 даже этажей. Дальше вдалеке мы видим то самое местечко, откуда разъезжаются эвакуаторы. То есть такая перемешка идет промышленная-бизнесовая зона, назовем ее так, и жилой квартал. При этом ты можешь выйти, видимо, от какой-то организации рядом под окнами есть стадион, на который тебя, само собой, никто не пустит. Потому что это чужое, это не твое. Да, далее. Эта квартира сдается в аренду. Здесь живут люди, Миша попросил их на момент съемки выйти. У него это даже прописано по договору, что он может прийти. Да, да, да. Об этом заранее предупредить. Да, Миша расскажет сам. Пойдемте дальше. Значит, здесь идет у нас второй санузел, который уже, скажем так, полноценный. Здесь ванна стоит, стиральная машинка, та же самая LG с функцией сушки. Ну, в общем, друзья, даже перечислять не буду, вы это все сами глазами видите. Ну и далее та самая, ну, назовем ее изюминка этой квартиры, то, что 49 квадратов, но две полноценные спальни. Первая спальня имеет также рабочую зону. Выспался. У тебя, посмотри, пожалуйста, по сторонам, два окна на две стороны. Это, конечно, очень круто с точки зрения света в квартире. Ты сидишь не как бы в замкнутом пространстве, ты видишь все. Ну, опять же, куда тут смотреть? Вот иди сюда поближе. Здесь у нас открывается вид на реновацию. Не на реновацию, а на старый жилой фонд. И как раз в этом плане шикарная возможность показать, как было до. Ну, я понимаю, что вы напишете в силу этажности первое. Потому что раньше это было вот 9 этажей, а сейчас 33. Ну, вот рядом дом, сколько он, наверное, там, 15 этажей. Это уже высокий, большой дом. Вот тот же самый тебе дворик, да, тихий, спокойный. Площадка, играй. Ну, это старое все. А мы теперь в новом. Ну, и, собственно, заходим во вторую комнату. Вот эти кровати тоже ребята покупали. Ребята, это, в смысле, Михаил. Для того, чтобы повысить ликвидность этой квартиры. Так как он уже на опыте знает, что для сдачи в аренду подобное жилье всегда пользуется спросом. То есть, грубо говоря, здесь делать не какую-то там рабочую зону, а именно вот зону спальни. Здесь место поменьше, то есть, эту комнату. Ну, тут пройти, да, условно. С этой стороны лечь. Ну, пожалуйста, телевизор огромный. То есть, тут уже моделируйте под себя. Понятное дело, что если вы это покупаете для себя, как для жизни, ну, любой каприз за ваши деньги, встроенные шкафы. Ну, залазить не будем, потому что там личные вещи людей лежат. Ну, как бы люди порядочные. Ну, и какой жирный минус в том, что вот эти вот обои, да, они марки сами по себе. Видно, что как бы ты, смотри, пожалуйста, на повседневку они думают, что они с грязными руками ходят. Но, тем не менее, все равно руки пачкаются. Но вот эти все обои, они очень сильно пачкаются. То есть, вот так изнашивается быстро все это дело. Ну, да, да, да. Я уже с калькулятором. Когда была куплена эта квартира и по какой цене? Так, эта квартира у меня была еще куплена в 22-м году. Получается, осенью покупал я ее за 9 миллионов рублей. 9 миллионов рублей, но тогда дом еще строился, правильно? Тогда дом еще строился, получается, еще год до водоэксплантации оставался. 9 миллионов рублей ты ее купил, далее сдают тебе квартиру. Дают ключики, ты делаешь благоустройство, ремонт и все, что с этим делом связано. Сколько денег ушло на все, что мы увидели? Так, на все, что мы увидели ушло 700 тысяч рублей. Плюс 700 тысяч рублей. В ипотеку же вот эту квартиру ты брал? Да, 6% ставочка была хорошая. Ну, вот сколько за все это время по процентам потратилось? Так, получается, ну, если брать полтора года, так же, посчитаем, у меня уходило 40 тысяч процентов. Ну, 50 до платежа где-то, да. Ну, да, 40 умножишь, короче. Короче, плюсуя 500 тысяч рублей, мы специально отпружаем в большую сторону. 10, 200, плюс что еще? Ну, ремонт сам, а ты посчитал, да, ремонт. Так, коммуналку давай плюсанем еще. За двушку где-то в среднем 6 тысяч выходит. А, ну, сколько здесь? Ну, полгода, получается, платил ее. Ну, 30 тысяч. Да, 30 тысяч можно закинуть. 10, 10, 36. Ну, да, 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 вот так примерно. Но эту квартиру ты решил не продавать, а сдавать? Да, потому что сейчас ставка по ипотеке высокая, 16% от Центробанка. И, соответственно, чек у меня ее вряд ли купит. И что, мне понравилось? Михаил не подвел наши ожидания. Квартиру ты сдаешь поверху рынка. Да. Даже, можно сказать, дороже всех в этом жилом квартале, блин. Когда я выставил, причем ее за 95 тысяч, мне там всякие смайлики начались. Ты что там сумасшедший, за такую цену, да. Но, ребят, по факту эту квартиру тоже за 4 дня сдал. Почему должен за 70 тысяч сдавать? Если вы выкладываете, у вас не снимает, так значит, проблема, что у вас ремонт, значит, не очень хорошо сделан. Если вы нормально все сделаете, полноценную кухню, светлую квартиру, все задекорируете, то у вас в любом случае снимут и за высокую цену. И, то есть, ты ее сдаешь ежемесячно за 95 тысяч при условии, что подобные квартиры по площади здесь люди пытаются сдавать за 70 тысяч, и у них это не особо получается. Да, причем одна девушка еще полностью с меня скопировала ремонт, я ей помогал. Ну, она хотела честно у меня покупать квартиру, но в итоге у других купила, и она за 110 ее сдает. Только у нее та же выше, у нее более еще видовая квартира. А, та же самая квартира? Точно такая же, только она двери не меняла, плинтуса не меняла, и она реально за 110 тысяч сдает. У нее музыканты снимают. Офигеть, блин. На ней музыку там пишут. Офигачат на весь дом. Ну, их вот здесь и сигналы, когда напрягают, у них хотели десятку скинуть из-за этого, но не стали им скинуть. И сколько она у тебя по времени уже сдается? По времени полгода. Полгода по 95, ну, из этих 95, какая расходная часть вообще существует? Коммуналочка. 95 тысяч минус 6 тысяч рублей? Да, минус 6 тысяч. Ну, обычно там амортизацию закладывают, но они люди чисто плотные, даже не знаю, что тут менять нужно. Короче, минус налог и того, и так далее. Ну, да. Давай так сделаем, 85 тысяч рублей, плюс минус у тебя остается чистыми с этой квартиры. Ну, как ты, доволен? Ну, конечно, я доволен. Когда я брал, изначально ценовой диапазон был в лучшек 50-60 тысяч. Никто не знал, что будет там 90-100, 100. Ну, рынок прям растет. Люди многие ожидают, ждут чего-то. Говорят, вот сейчас рынок свалится. По факту, цены только растут. Я последний квартал смотрел, все равно цены потихонечку доверх ползут. Ну, ничего не падает. А сейчас ставка еще, если упадет в конце года, либо в начале следующего, цены еще, получается, будут пампиться и расти вверх. Так что я говорю, если вы хотите покупать квартиру, вот как раз весна, лето, это лучшее время для покупки будет. Слушай, давай два вопроса здесь задам и дадим отцу духом. Первое. Ребята, которые у тебя снимают эту квартиру, ты с ними, в принципе, хорошо общаешься. Да, приятные люди. А чем они зарабатывают? У них пункты выдачи Озона и Валберис идут. На Marketplace они зарабатывают. А, у них чисто прям пункты уже свои. Нет, у них не свои пункты, неправильно выразился. Marketplace у них товар продают. Шмотки, часы. Ну, понятно. Ну, и давай еще то, что было за кадром, но это интересно будет послушать, потому что вот про вот этих вот всяких дам, которые приходят сюда и готовы снимать квартиру там по 90, по 100 тысяч. То есть, думаете, молодые девушки приходят, готовы снимать 90, 100 тысяч. Он задает им вопрос, чем занимаетесь? Одна рассказывает, я репетитор по биологии, вся растатуирована, такая красивая. По факту, чем они занимаются? Ну, все, как правило, говорят либо маркетинг, либо СММ, либо соцсети развивают, а по факту работают в сфере вебкам. Интим услуг в интернете. Вот такое время пришло, что на этом девчонки нехило зарабатывают. Конечно, это нехорошо, мы осуждаем, не призываем. Мы лишь констатируем факт, что к тебе такие пытались в аренду многие заехать. Да, причем многие не против сдавать, как говорится, любой твой в почете, может кому-то реально непринципиально, кто чем занимается. У тебя кто-то какую-то квартиру снимал, и когда ты об этом узнал, ты их попросил съехать сразу? Да, потому что, во-первых, их двое было, они не выходили на связь, плюс квартира была прокурена. Мне это жутко раздражало. Я зашел сразу, говорю, девочки, сразу съедите, верну вам весь залог. И они в торопях даже оставили свои товары, интимпринадлежности. Ну, давай, я расскажу. Короче, он их просит съехать, они уезжают. Мало того, что они работают в интернете, как выяснилось, там, типа, гости к ним заходят, если вы понимаете, о чем я. И когда они уехали, он уже пошел там принимать квартиру, они каким-то хреном забыли весь свой рабочий инвентарь. Целый портфель открывают, а там резиновые изделия и все, что с этим связано. Но это было смешно, да? Ну, да, это было забавно. У них прям целый дневник был, где все записано, чем они занимаются, какие тренинги проходят по мужскому абьюзу. Для меня это прям целое открытие было. Ну, интересно, опыт, в любом случае. Ну, офигеть, да. Таким образом, друзья, вот эту информацию наматывайте на уз, потому что покупая квартиру в новостройках, вы должны понимать то, что разные люди окружают. Потому что, например, на вторичке в основном это бабушки, пенсионеры, Васька, алкаш, которого все знают. А в новостройке, вот ты даже отмечаешь сам, что здесь ты не видел взрослых людей. Ну, взрослых, в смысле пенсионеры. Молодежь, молодежь, молодежь чем-то работают, квартиры покупают, каким-то хреном платят такую аренду большую. Причем половина фрилансеров, они из дома все работают, за компьютером сидят. Плюс, когда я захожу, там многих вижу, у них там три света стоит, там штативы везде стоят. Ну, тоже сомнения закрадываются. Губы накрашенные у пацанов. Им же как раз там тураж нужен, чтобы красивый вид квартиры был, там всякие локации разные. Короче, вот такая картина. Мы потихонечку переходим к завершению выпуска, но это еще не конец. Повторение, мать учения. Ну, мы уже поднимали этот разговор в первом выпуске, чем ты занимался. Я сделал отсылку к первому выпуску, чтобы было интересно посмотреть. Народ не хочет, знаешь, куда-то переходить, что-то смотреть. Напомни еще раз, откуда бабки. Потому что, знаешь, сейчас так звучит. Купил эту двушку, потом купил эту за наличку, то купил, ремонт сделал. Тыры-пыры, восемь дыры. Ну, у нас это себя воспринимается так, что мошенник. Ну, все, вор. Я вор. У меня модель изначально была, что я по Киосаки покупал недвижимость на старте, на котловане. И продавал ее через год полтора дороже. И на этом прям реально хороший капитал удалось сколотить. Сначала одну квартиру вообще в области взял. ЖК Новый Пушкин там за миллион рублей продал за полтора. Потом там Саларева купил. ЖК Преображение, Западный Порт. У меня все так росло, динамично развивалось. И получается, за 10 лет капитал сформировался. Это не так быстро было, что там за год, за два. Ну, а эти деньги первые ты зарабатывал. Что-то помню, тебе отец какие-то части что-то давал. Часть мне отец дал где-то 1500. Потом я в компании LG Electronics работал. Торговым представителем по точкам ездил. Тоже откладывал. Плюс стипендия какая-то шла мне там за научную деятельность. Ну, в целом, раньше другой порядок цены был. Миллион-то реально накопить было. Значит, еще акцент на то, что ты вот эту книгу читал про этого «Богатый папа, бедный папа». И она тебе прям зашла. Реально, вот мне прям зашла Киосаки. Вот эта модель. Друзья, кто не читал, я ее прочитал как раз после того, когда ты уже был, наверное, десятый, кто на нее ссылался. Я почитал, свое мнение высказывать не буду по поводу этой книги, потому что я отчасти считаю этого Роберта инфо-цыганом знатным. Ну, который озвучивает банальные вещи, простые, которые мне лично понятны. Но в тот же момент... Ну, непонятно, но ты, опять же, не делаешь это. А я просто делал как бы... Вот, но просто в тот же момент тему... Короче, многим людям это все-таки надо по-такому посчитать. Потому что мне, например, такое давали там окружение. Я вот общался, рос. Родители у меня бизнесом занимались. Я общался в бизнес-кругах. Мелкие предприниматели. И мне это было как-то... Ну, вот у меня друг там помидоры продавал на рынке. Ему тоже это помогло. Он сейчас там тоже квартиры продает. Поэтому, как вариант, почему нет книги, читается легко. Мне больше всего понравилось, как он делал, знаешь, эти печатные, рекламные интеграции своей игры. Типа читаешь книгу, такой раз, потом пошло. Но в тот же момент вы можете на моем сайте купить очень классную игру. Кошлоу, по-моему, да? Вот это называется. У меня до брата даже проводил. Ну, прям в тексте, знаешь, обычно реклама как у нас всплывает. Я что-то рассказываю, а там прям в тексте читаешь книг, и потом ты, опа, блин, реклама пошла. Таким образом, смотри, вот мы разобрали, откуда деньги. Раз. Далее. Какой вообще план действия? Вот ты одну квартиру продал. Сейчас опять цены меняются, ты сам отмечаешься, потому что это все растет, растет, растет. Что ты будешь делать? Плюс пика в том, что, я говорю, все квартиры абсолютно схожие планировки. Удобно, что купил. Сразу сделал ремонт по определенной модели и продал. А так, конечно, бы хотелось тоже на бизнес-класс перейти. Уже с вайтбоксом дома у мэр-групп брать. Там желательно двушки, трешки, потому что там уже и маржа другая совершенно будет. Там уже можно не трешку сверху накинуть, а десяточку. Конечно. Молодец, этому уважаю. Аппетиты растут во время еды, как говорится. Короче. Не знаю, можно потом будет через год встретиться, я как раз расскажу о своих планах и что у меня там получилось. А вот на этом, я думаю, мы и закончим. Тебе огромное спасибо, что пригласил, показал. Так и сделаем. Давай, знаешь, весной следующего года пиши. Конечно, да, да, да. С удовольствием приедем, у тебя наверняка будет что-то интересное показать, рассказать. В тот же момент, друзья, вы пишите все ваши комментарии. Прав, не прав, врун, не врун, честно, не честно, порядочно, непорядочно. Вот любое ваше мнение высказывайте. Через годик почитаем, и ты как раз где-то на что-то пробежишься, ответишь. Все, да, договорились. Посмотрите, вот она, вторичечка. Вот так вот начиналась Москва застраивать. Вот эти спальные жилые районы. Пять этажей, вышел из дома, промышленная зона тоже советская. Куда, собственно, человек отправлялся на работу, вернулся домой. Наверняка когда-то где-то здесь поблизости была общественная баня, магазинчик, какое-то кафе, либо же предприятие. Отработал, поел, помылся, все, человек, отдыхаешь. А сейчас вот оно. Мало того, что по 33 этажа строят, ну, визуально здесь уже на любителя, друзья. Многим людям, ну, реально нравится. Ну, действительно нравится, вот, современный какой-то стиль, высотки, вроде бы классно. У них есть свои жирные минусы. Прям жирные минусы. Ну, у них есть свои жирные плюсы. И люди, их никто палкой не бьет. Купи палкой на тебе по спине. Нет, сами берут деньги. Вот, 10 миллионов 900 тысяч рублей люди взяли и понесли, отдали. Человеку купили студию 25 квадратных метров и довольны. Рады покупке. Мы сегодня на живом примере разобрали такое модно-американское слово хоумстейджинг. По-нашему, простыми словами, это купил квартиру с ремонтом, сделал его побогаче, доработал, обустроил такой тюнинг, улучшение. И на продажу. В общем, здесь не добавить, не убавить. Ссылочки на спонсоров выпуска ждут вас в описании. Телеграм-канала ждет вас в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь по всем вопросам. Все контакты со мной в описании точно так же. Пишите, приглашайте к вам в гости. Будем снимать. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok